Сегодня страшная новость об убийстве молодого жителя деревни Пинковичи. На слуху чуть ли не у каждого пинчанина. 22-летнему парню подписали смертельный приговор прямо в машине его отца. Труп нашли в автомобиле случайные прохожие примерно в 4 часа 30 минут 15 февраля. Горожане, которые проживают на улице Федотова, обсуждают, кто это сделал и зачем. Об убийстве напоминают только следы крови на асфальте. Как я пришел, то тут экспертов. Там человек 12 было уже милиции. Ну и его уже две машины было с одной стороны фары, с другой стороны обследовали. И нас знали. Ну уже это было как вели в садик. Наверное тут нападение было, разборки были какие-то другие. Раз там и тут не знаю. Рядом с погибшим обнаружили 20-летнего односельщанина. Медики скорой помощи в крайне тяжелом шоковом состоянии доставили юношу в реанимационное отделение. Как констатируют позже хирурги, у пострадавшего повреждена тазобедренная артерия. С приемного покоя был использован сразу в операционную, минуя все отделения. На операции имеется колоторезанная рана правой ягодичной области с повреждением сосудов правого бедра. Пересечена правая поверхностная вена, глубокая вена и повреждена поверхностная артерия. Повреждение поверхностной артерии заменено аллопротезом. Поставлен аллопротез, кровоток восстановлен. На сегодняшний день состояние больного оценивается как средней степени тяжести. Протез работает, нога теплая, пульсация на стопе есть. Пациенты сегодня перевели в хирургическое отделение центральной городской больницы. Его жизни на данный момент ничто не угрожает. На месте происшествия продолжают работу следователи. По факту данного сообщения на место происшествия выбивали следователи Пинского межрайонного отдела Следственного комитета и следователи управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области. В том числе использовалась передвижная криминалистическая лаборатория. Следователи также выясняют и мотив совершения преступления. Сотрудники Следственного комитета пока озвучивают лишь предварительную версию. По подозрению в совершении данного преступления задержан ряд лиц. В настоящее время проводятся неотложные следственные и иные процессуальные действия. Назначен ряд судебных экспертиз. По предварительной версии с участием пострадавших накануне данного случая произошел конфликт в одном из дискобаров города Пинска. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь возбудил уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство двух лиц.